Значит, теперь немножко о гностицизме послания Иуде. Значит, во-первых, он говорит в 4 стихе, что эти люди — отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть, что они отрицают Бога и отрицают Иисуса Христа. Именно, видите, он делает акцент на том, что единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Помните, о чём мы говорили, что гностицизм, как дуализм, что он? Что он считает, что есть два Бога, помните, да? А именно здесь Иуда подчёркивает и говорит, что единого. То есть, противовес тому, что вторглись эти люди, которых их мнение — это то, что существует два, как минимум, Бога. То есть, это место под Иудаизм не подходит вообще? Под что? Под Иудаизм не подходит. В каком смысле под Иудаизм? Иудаизм верит в... Это место пока очень часто как бы с вами, что здесь именно по Иудеям было. То есть, они не приняли Иисуса Христа, и поэтому как бы это на них было. Нет, здесь говорится, смотрите, внимательно посмотрите. Значит, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, да? Это как бы одна часть. И отвергающиеся единого владыки Бога. Иудеи не отвергают единого Бога. Получается, это место не подходит. Это не подходит, да. Это место конкретно говорит о тех, кто думает, что Бог выглядит в двух вариантах. Что есть Бог добра, как мы говорили, да? Ну, как минимум так. И Бог зла. То есть, в таком плане. Два противостоящих друг другу Бога. Да, и обращающие благодать Бог нового завета и Бог старого завета. Злой Бог, благо Бога. О, видите? Нет, да говорится уже по-шаховскому. Хорошо. Значит, и также он завершает послание хвалебным бедом. Гимном, да. Единому, премудрому Богу. В конце мы видим, звучат его слова. Где он еще раз подчеркивает. 25 стих. Единому, видите, да. То есть, он целенаправленно пишет об этом для того, чтобы противостать вот этому мнению, которое присутствует в этой ереси. Эта фраза, она также встречается в римлянах 14.26, в 1 Тимофея 1.17 и в 1 Тимофея 6.15. Римлянам 14.26, 1 Тимофея 1.17 и 1 Тимофея 6.15. То есть, мы видим, что Иуда, он конкретно здесь обращает внимание, да, и делает это утвержденным, что есть единый владыка, да, вот, и, то есть, единый Бог, и что невозможно не допустить даже мысли о том, что, ну, есть что-либо другое, или какие-то там два Бога, или несколько Богов и так далее. Здесь конкретно не идёт речь о мысли язычества, да, где есть много Божьей, а именно в том представлении, что существует два вот этих вот противодействующих Бога. Ну, и поэтому можем ещё раз, как бы, вспомнить, что в гностицизме, да, присутствует эта идея, которая построена на дуалистическом принципе, где существует два вечных принципа. То есть, гностики считали, что в мире уже известно, ну, извечно существует Дух и материя. В данном случае, в их представлении Дух абсолютно благ, а материя по существу своему порочна. Ну, их мнение было также в том, что Бог — это чистый Дух, и потому вообще Он не мог делать что-нибудь непосредственно с этой порочной материей. Ну, и по этой причине, помните, мы уже говорили о том, что они считали, что Иисус был вообще абсолютно прозрачным, и Он не мог иметь ничего общего с этим миром, потому что мир, Он в себе как бы греховен и так далее. Кто? Кто? Да. Ну, и вот то, что сказал наш брат Валентин по поводу того, что, да, что также они двигались дальше, то есть их это ничего не удовлетворяло, вот, и в итоге они отождествляли истинного Бога с Богом Нового Завета, а вторичного, невежественного Бога с Богом Старого Завета. Это гностицизм в целом, который развивался дальше, да, то есть у него появилось такое вот учение о том, что истинный Бог — это Бог Нового Завета. Но также существует вторичный Бог, который является невежественным Богом. Это Бог Ветхого Завета. Поэтому в их представлении Бог Творец был не Бог Откровения и Искупления, а совершенно отличался от Него. То есть Бог Ветхого Завета, который был Богом Творцом, отличается от Бога Нового Завета, который является Искуплением, да? Понятно, да? Поэтому Иуда подчеркивает единому Богу и Господу Иисусу Христу. Единому. Что есть единый Бог, который есть Бог Творения, Бог Проведения и Бог Искупления. Поэтому в этом свои мысли о том, что вот эти существования двух богов, да, и в данном случае даже не предполагали, что Бог Ветхого Завета ничего не знал об истинном Боге. И поэтому он был враждебен Ему. Из этого было следствие такое, что люди, которые были поражены и наказаны этим невежественным Богом Ветхого Завета, были на самом деле хорошими людьми. Потому что если сам Бог, он враждебно настроен, то, конечно же, он будет настроен враждебно по отношению ко всем и хорошим людям тоже. Например, среди гностиков была еще такая секта, которая называлась Афиты. Они еще были разделены на секты. Например, эта секта вообще поклонялась змею и саду Эдема. Среди гностиков была еще такая секта, которая называлась Афиты. И они поклонялись змею из сада Эдема. А некоторые из них еще почитали как великих героев Каина, Корея и Валаама. Это тоже Афиты, да? Да. Корея и Валаама. И вот именно об этих людях Иуда и говорит, что это люди, которые являются примером трагичного и ужасного греха. Афиты, да? Афиты, да? Ну, вообще, как бы здесь в Иуде мы можем еще увидеть одно такое ответвление. В 19 стихе он говорит, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. И, в принципе, мы тоже можем сказать, что речь идет о гностиках. Потому что среди них, кроме этого, еще была такая мысль, что они насаждали такое что-то нечто вроде как классовых различий в церковном братстве. Ну, то есть, среди братьев они считали, что было тоже еще определенное классовое различие. Значит, они видели как бы два класса. Мы уже об этом говорили, но еще раз, да? Это пневматики и психики. Пневма — это дух, помните, да? То есть, что это те, которые объединяются с Богом. Который, ну, дух, который объединяет человека с Богом. И пневматики — это были духовные люди, которые были настолько развиты духовно, интеллектуально, что были способны взобраться по высокой лестнице и достичь самого Бога. Они утверждали, что они были настолько духовно подготовлены и очень интеллектуальны, что могли быть такими же добродетельными, как Иисус. А некоторые даже из них утверждали, что вот эти пневматики, в конце концов, могут стать даже лучше, чем Иисус. И в конце концов обрести непосредственно единство с Богом. У нас есть такая церковь, духовная организация, без пастора. Да. Ты там был? Да, прям церковь, без пастора. Ты там был? Ну, я знаю, что сейчас распространено движение образования церкви. Без пасторей. Церковь истина. Да. Да? Церковь истина. Без пастора. Значит, что они считали по поводу вот этих психиков? Или еще по-другому это слово как псухи звучит? Псухи. Псухи, да, псухи. Просто разные как бы варианты перевода его на русский язык, ну, в плане психо и псухи. Поэтому как? Может прозвучать так или этак? Психо или псухи. Значит, в данном случае, когда они говорят о классе психо или псухи, то это означает, что они говорят о том, что это категория людей, которая, ну, можно сказать, подобна как бы и животным, потому что это все объединяет в живое в себе. То есть все живое имеет по себе, ну, то есть имеет по их убеждению объединение со всеми животными, тварями и даже с растениями. То есть они как бы стоят на уровне. И причина почему? Потому что это просто обычные люди. А обычные, они по той причине, потому что они, с одной стороны, обладают физической жизнью, а их пневма, ну, то есть духовное их состояние, да, не развита или недоразвита. И они, в конце концов, не могут достичь какой-либо мудрости, которая бы позволила им забраться по вот этой длинной и ведущей дороге к Богу. То есть пневматики, они что? Они, в конце концов, могут стать лучше, чем Иисус, и соединиться с Богом. А у этих проблем, у них недоразвитый дух. Поэтому они не смогут вообще ничего. То есть никаких у них нет продвижений. Вот таким образом они не делили людей на богатых и бедных. Или еще по каким-то там этим. У них была своя классификация находящихся людей в церкви. Ну, понятно, что, да, пневматики, потому что они же могут достигнуть наивысшего объединения с Богом и стать лучше, чем Иисус. Знаете, вот просто, как бы, мне такая мысль сейчас пришла в голову. Ну, конечно, они считали, что пневматики — это, на самом деле, очень небольшая группа людей. А психики — это огромное количество людей. А мысль, какая мне сейчас пришла в голову, — это, ну, просто так подумал. Это не обязательно, что это так есть. Опять мы просто все время трогаем этих свидетелей иеговых. В плане того, что у свидетелей иеговых есть определенное количество там избранных, да? А кроме этого, у них есть еще люди, которые имеют откровение. И которые могут, значит, объяснять другим Слово Божие. И понимать это можно только через это. И очень где-то даже схоже, да, с этой мыслью, что есть группа пневматика, тех, которые духовные, да, такие, которые вот достигнут даже слияния с Богом. И остальные — это те, которые вот такие недоразвитым духом, которых можно только в лучшем случае наставлять, но ничего с ними не... Ну, конечно, можем сказать, что если люди так мыслят и думают, то в итоге их вера, она приводила, или их такое размышление, мысли приводили к чему? Приводили к определенной гордости, да, что если человек себя считал, что вот он такой пневматик, да, с таким развитым духом, то он что? Он возносился над всеми другими, которых он считал, да, психиками. Засистки. А? Посвященные, ну типа, есть тайные знания. Ну, может быть так, да. Да. Здесь у Иуды мы можем увидеть еще один такой момент. Это Иуда говорит еще об одной группе людей. Это которые отвергают ангелов. И здесь, начиная с 8 стиха, где говорится, что «так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злосовят веселкие власти». Ну, обычно, вероятнее всего, мы всегда представляем себе этот стих о том, что это люди, которые отвергают свое начальство. Или вы как-то по-другому его размышляете? Ну, обычно. Это в одном из переводов здесь сновидцы. Сновидцы, да. Ну, я имею в виду, вот именно сами слова «начальство» и «злосуют высокие власти». Ну, вот богословие утверждают, что в данном случае в иудейско-религиозной мысли, когда речь идет вот именно вот так вот отвергают начальство и высокие власти, когда речь идет, то идет речь о высшем, как бы скажем, начальстве ангелов, разновидности ангелов. То есть именно что речь идет об этом понимании. И дальше, как бы тогда мы видим, что 9 стих, да, тогда он как бы вписывается в саму мысль и разъяснение этого. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сие злословия то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя». То есть, другими словами, если в действительности речь идет о верховных ангелов, то тогда понятен смысл этого здесь контекста в том отношении, что в действительности он как ставит противовес этому разговор «Михаила Архангела с дьяволом», который спорит о теле Моисеева. Эти слова, они также повторяются, и, скорее всего, они взяты из книги, которая называется «Успение Моисея». В этой книге рассказывается о том, что Архангелу Михаилу было поручено погребение тела Моисея. Вот есть такая книга, которая называется «Успение Моисея». Ну, это как апокрифические апокрифы. Ну, в каком смысле читают? Это апокрифическое издание. Ну, то, что, знаете, что такое апокрифы, знаете, да? Это книги, которые не вошли в канон, да? По той причине, что они либо не датируются тем временем, когда были написания, либо это книги, которые просто повторяли какие-то уже исказанные мысли. Книги, которые могли быть хорошими книгами, в плане книги мудрости, или даже там историческими книгами, например, как книги Маковеев. Ну, да, их принято считать небуговдухновенными. Но если Иуда писал об этом, значит, он уже где-то тогда... Да, Иуда писал об этом, потому что он уже это где-то прочитал. Вот, значит, и в этой книге описывается, что дьявол попытался помешать ему и предъявил свои права на тело Моисея. Архангел Михаил не выступил с обвинениями против дьявола и не оскорблял его. Он лишь сказал, да запретит тебе Господь. Если даже Архангел Михаил в таких обстоятельствах ничего не сказал дурного против князя падших ангелов, то ни один человек не может говорить дурно об ангелах. В этом как бы смысл того, что здесь говорит Иуда. Видите, что они ведут себя, что они злословят. То, чего не знают, да. И он как бы показывает здесь и объясняет, что в данном случае, что даже Михаил Архангел не позволил себе злословить. А всё, что сказал, да запретит тебе Господь. И если мы посмотрим на религиозную мысль иудеев, то мы увидим, что вообще была такая разработанная целая система в отношении верования ангелов. Значит, во-первых, верили в то, что у каждого народа был свой ангел-хранитель. И не только у каждого народа, но также и у каждого человека. Ну и даже у каждого ребёнка. Это заблуждение? Это не заблуждение. Это религиозная иудейская мысль об ангелах. Я не говорю это как заблуждение. Я сейчас рассказываю религиозную иудейскую мысль. На основании чего Иуда говорит о том, что эти люди, ну, показывая их, что это как, ну, что это, как он о них говорит ещё раз, вернёмся. Короче, он говорит о них, что они мечтатели, да, которые скверняют плоть, отвергают начальство. И потом они говорят, что они тоже по природе как бессловесные животные. И вот в данном случае, для того, чтобы было понятно, почему Иуда так говорит об ангелах, да, потому что было определённое представление в иудейской религиозной мысли об ангелах. не просто, что они есть, но к ним было уважение и почтение, то есть в том отношении, что перед ними не преклонялись, как перед Богом, то есть чтобы это было понятно, да. То есть, да, но в то же самое время никто не позволял себе говорить какую-нибудь гадость в отношении их, понимаете, да. И он приводит даже пример того, что даже рассказывая эту историю, да, о погребении Моисея, который участвует Архангел Михаил и участвует дьявол, он говорит, что даже Архангел Михаил не позволяет себе сказать ничего скверного в отношении дьявола, как старшего духа, ну, старшего ангела, да, падшего ангела, но старшего ангела, даже ангела в тьмы. Ну, что он говорит? Да запретит тебе Господь. То есть, понимаете, да? И в данном случае то есть мысли религиозной иудейской существовало представление, что под контролем ангелов находятся все силы природы. Ветер, море, огонь и всё другое. Ну, даже доходило до того, что говорили, что у каждой травинки есть свой ангел. Ну, в то же самое время, если вы вспомните историю про Елисея и его слугу, когда Елисей попросил, чтобы Бог открыл глаза слуги, то что слуга увидел? Множество ангелов, которые стояли рядом. Понимаете, да? И из этого высказывания иуды можно увидеть, что вот эти еретики, они нападали на ангелов. И один из вариантов, почему как бы они нападали на ангелов, может быть, по той причине, потому что они считали, что эти ангелы являются слугами невежественного и враждебного Бога, Творца, ну, то есть Бога Ветхого Завета. И что христиане не должны иметь с ними ничего общего. Ну, в конце концов, знаете, мы не знаем истинной причины, почему они это делали. Но что из этого мы можем увидеть или как бы вынести для себя, что Иуда видел в этом плохой признак. И он считал, что это абсолютно как бы недопустимая норма поведения в отношении христианина, чтобы он по отношению к ангелам позволял себе какое-нибудь злоречие или что-нибудь в этом роде. Понимаете, да? Поэтому нужно быть осторожным в общении с ангелами. общаться с ангелами, ну, в плане того, что… Ну, в данном случае, конечно, мы не можем молиться ангелам, если мы подразумеваем под этим общение. Вы понимаете? Искать общение с ними, я, честно говоря, даже не знаю, что под этим подразумевается, да? Есть книжки, я их не читал, там, где я там всю жизнь общался с ангелами, потом оставил книгу. И вы скажите так, вот чётко, да? Ну, смотрите, смотрите. Например, если вы противостоите в духовном сражении против властей тьмы, да? Да. Вы вступаете в общение с ангелами? Ну, с плохими. Ну, вступаете, правильно, да? То есть в данном случае здесь, как бы, ну, конечно, это духовное сражение, но в то же самое время есть… есть, ну, это не общение, конечно, вот тоже нельзя называть общение, да? То есть связывающих, разрушающих замыслы, планы. Да, ну, здесь подразумевается то, что, видите, что, наверное, стоит сделать тогда вывод определённый, если говорить из послания Иуды, то когда мы даже сражаемся, то, наверное, мы не можем в отношении ангела говорить, ты козёл, там, к примеру. Нет, а рога пообщевает. Ну, понимаете, да? То есть даже в этом отношении, наверное, всё-таки, как здесь он сказал, приводя пример архангела Михаила, что есть определённое положение в том смысле, что «да запретите Господь» и так далее и тому подобное. Я думаю, что вот в этом смысле больше имеет значение. Потому что, ну, честно говоря, я даже не могу по большому счёту понять, в каком смысле мы можем иметь общение с ангелами. Ну, и люди, которые молятся, например, там своим ангелочкам, как они там выражаются и так далее, то есть понятно, что они как бы пытаются иметь с ними общение, правильно? Ну, если он, то есть, как примеры были, что ангелы являлись людям, они же как служебные духи. То есть и как происходил как-то, может быть, какой-то диалог. Нет, ну, хорошо. Хорошо. Стоп. В данном случае, если мы говорим о таком, когда было, когда Бог присылал ангелов, то понятно, есть библейские истории, которые говорят нам о том, что люди имели общение с ангелами. Но в данном случае это конкретное было действие, когда ангел приходил, человек его видел и имел с ним общение. И это был в данном случае посланник от Бога. Тогда было общение, да, понимаете? А так, как бы, я не знаю даже, честно говоря. Субтитры сделал DimaTorzok